Монументальное строение Британского музея в Лондоне напоминает мне пантеон в Риме. Пантеон – храм, построенный во II веке н.э. Получается, что 1800 лет между стройками – здание Британского музея всего лишь XVIII век. В музее полно бесплатных экспозиций, но я пришла на платную о жизни легионеров в Римской империи. Как известно, Римская империя была самым главным государством в мире, доминировала в Средиземноморье. Я пробегусь поверхностно, все же раскрывать все фишечки нечестно, нужно каждому желающему лично посетить и проникнуться. Внутренний двор грандиозного здания теперь защищен от непогоды. Здесь расположились кафе и сувенирные магазины. Народу очень много, рекомендую посещать в будний день, ведь помимо туристов из других стран, сами британцы приезжают сюда из своих городов по выходным, привозят детей. Столпотворение еще то. Голова Октавиана Августа, первого римского императора, встречает нас у входа. Ценный экземпляр из бронзы, дарован музею Суданом. Армия в Римской империи была самая сильная. Настолько сильная, что в боях по завоеванию чужих земель они почти не погибали. Местные сами сдавались. Надгробие состоятельного легионера Римской армии. Тут и его сын, и слуга. Дети были беднефициарами отцовской карьеры. Если отец верной службой заработал гражданство Римской империи, сын был подстрахован хорошим тылом. А вот солдаты ранга ниже Центурион, типа среднего офицера, не могли жениться, было запрещено. Они должны были концентрироваться на военной жизни. Я не была уверена, но, по-моему, я прошла по росту, и теперь я римский солдат. Еще 25 лет, и мне светит гражданство этой империи. Мне граждане принимались на службу. Бойцы нужны были всегда. Красным обозначены завоеванные земли Римской империи. Особенно меня интересует остров в верхнем левом углу, ведь именно тут я живу. 350 лет властвовали на территории Британии, а потом тихо ушли. Вот оборонительная стена до сих пор осталась, ее можно посетить. А почему ушли? Силы иссякли. Римская империя распалась под грузом собственного величия. Разросли слишком. Удерживать власть на большой территории и оставаться сильным невозможно. Классовое разделение у них было колоссальным. Высшей кастой считались только коренные римляне. Только за длительные военные заслуги возможно была награда в виде социального роста плюс отрезки. Большинство солдат были пехотинцами. Перейти в кавалерию значит получить повышение в зарплате. Верблюды также были в строю. Костюм из крокодиловой кожи, скорее всего, надевался под металлические одежды. Металлические сегменты защитных одежд, найденные в Шотландии, музей аккуратно хранит. Каски римских легионеров, некоторые найдены в Англии, Германии, а какие-то принадлежат частным коллекционерам, любезно предоставляющих их музею. Броня для лошади сделана из 2000 кусочков железа. Найдена в Сирии, принадлежит Ельскому университету. Предметы личной гигиены, гребешки избавляться от вшей, найдены в Англии. Солдаты в свободное время играли во множество игр, в том числе в крестике-нолике. А это самый старый письменный документ, найденный в Британии, времена Римской империи. Человечество в своем развитии может прогрессировать и реагрессировать. По тем временам они, конечно, были самой передовой империей. Ну и где она сейчас?